Стрельба началась внезапно, а поскольку воинская часть находится в густонаселенном районе, взрывы и автоматные очереди заставляли случайных прохожих искать убежище в подъездах и переулках. Я шел домой и услышал выстрел. Пережидаю, пока стрелять закончат. До воинской части, которая сейчас находится в оцеплении, около 400 метров. Буквально как только раздались первые выстрелы, ополченцы и милиция взяли этот квартал под свой контроль, чтобы не допустить проникновения простых прохожих, которые могли бы попасть под шальные пули. К утру стрельба стала менее интенсивной. Воинская часть и позиции легко простреливались с любого дома вокруг. Как оказалось, оборона пала по вполне объяснимым причинам. Из 700 человек личного состава оружие в руки взяли только офицеры и контрактники. Срочников заперли в казармах. Валерий Халашевский много дней провел у ворот части, дожидаясь, когда отпустят внука. Киевские власти, по его словам, не хотели отпускать парня. Освободить его помогла армия Юго-Востока. Вот они. Их и освобождают. Те же бандерлоги их не отпускают. Никакого приказа не дают, чтобы их освободить. Ну, я имею в виду, демобилизовали. Когда ополченцы закончили вывоз трофейного оружия, распахнулись ворота части и колонна срочников. В штатском, молча, не отвечая на расспросы, разошлась по улицам и растворилась в городе. Сын вот вышел, и слава богу. И дай бог. Не знаю, какому богу благодарить. Несколько часов продолжался этот бой. Горячее всего было здесь, в районе автоколонной. Милиция использовала автомобильные ямы в качестве окопов. И только после того, как закончились все патроны, они вывели из строя оружие и подожгли его. В ходе боев ополченцы уничтожили один БТР. Второй в рабочем состоянии почти сразу покинул расположение части. По неподтвержденным данным, в ходе боев погибли три человека. Оферсельский состав пока остается для дальнейших разбирательств. На вопрос, почему стреляли, почему открыли огонь, допустив кровопролитие, милиционеры ответили так. Мы присяги не изменяли и будем по решению командования выходить туда, где украинские власти. А именно? Ну, куда прикажет командующий. Пока у нас нет мобильных телефонов, мы связаться не можем. А вы луганчане, да? Нет. Нет? Нет. Это мой 15-е место службы. В городе на одну горячую точку стало меньше. Сейчас в районе Мирной продолжаются бои на погранзаставе. Игорь Корнеюк, Виктор Денисов, Антон Волошин. Вести. Луганск.